Для того, чтобы правильно высадить томаты в открытом грунте в Сибири, нужно выбрать семена, уложиться в сроки и подготовить грядки, а также ввести правильный уход. Высадка томатов в открытый грунт в Сибири – базовые правила. В сегодняшней аудиостатии мы кратко перечислим и обозначим сорта томатов для открытого грунта Сибири. С детальной информацией о высокоурожайных сортах томатов для открытого грунта вы можете ознакомиться на нашем сайте. Сорта томатов, подходящие для посадки в Сибири. Алсу – мясистый сорт с крупными томатами, низкорослый, дает до 9-10 кг с куста, завязывается быстро со второго листа. Бердский – крупный, среднеспелый сорт крупных томатов, дает плодовесом до 700 г, плодоносит по 3 кг с куста. Бычье сердце – популярный, низкорослый сорт с урожаем до 5 кг с куста, созревает на 125 день с момента посадки, один плод до 400 г. Гибрид номер 172 – высокий сорт, хорошо ветвится, выведен в Томске, дает плоды до 250 г, урожай до 3 кг с куста, нужна подвязка. Деборао – самый красивый сорт плодов с массой 1 до 70 г, морозоустойчив и хорошо переносит тень. Подобно поговорке, как назовешь, так и поплывет, от выбора сорта томатов зависит урожайность огорода. Еще Мичурин, известный советский селекционер, говорил, что сорт во многом решает успех всего дела. Поскольку ставки высоки, особенно при посадке в Сибири, выбираем самый лучший сорт, а затем подготавливаем место посадки. Ориентируемся по срокам посадки и созревания рассады. В конце февраля можно подготовить грядки для посадки, заполнить их землей. Посадка подросших саженцев возможна в начале апреля. Когда высаживать помидоры в грунт в Сибири? Сроки посадки в грунт с 5 по 10 апреля для ранних сортов, с 20 по 25 апреля для поздних. Подготовка рассады томатов. С момента формирования третьего листа прорезит рассаду, сформировать расстояние в 10 сантиметров, отобрать сильные растения для посадки в грунт, высаживать в грунт с 5-7 листа. Как только рассада томатов нарастит от 5 до 7 листов, можно высаживать сильные саженцы в грунт. Расстояние между саженцами 15 сантиметров. Корневая система каждого не будет мешать друг другу. Прорезить в лунке, полить водой и для ускорения прорастания пролить корневену и с расчетом по 2 капли на 1 литр воды. Мульчировать томаты на грядках, используя пилки или сухую траву, чтобы утеплить и сохранить влагу. Как возделать грядки? Для устойчивости к ветру посадить наклонным способом, окучивать для образования дополнительных корней, это двойная устойчивость. Посынковать томаты. Использовать органику для подкормки в грунте на основе коровьё навоза и древесной золы. Коровьё навоз развести с водой в соотношении 1-10, потом добавить курс золы. С момента появления завязи обязательно обрабатывать спасателем от фитофтороза и для стимуляции роста. Можно также опрыскивать 1% бортовой жидкостью или медным купоросом. Использовать по 50 грамм одного из препарата на 10 литров воды. Натуральные подкормки. 2 стакана чеснока растолочь и залить 30-ти градусной водой, чтобы покрыть кашицу. Затем добавить 1-2 грамма марганцовки и залить еще 10 литрами воды. Перемешать. Процеженным раствором поливать. Обрабатывать поочередно с другими вариантами. Пишите в комментариях, что бы вы хотели добавить в предложенной схеме высадки томатов в открытом грунте в Сибири. Помогите нам улучшить информацию. И делитесь своим опытом. Присылайте фото посаженных томатов. Пишите в комментариях. Присылайте фото. Присылайте фото. Присылайте фото. Присылайте фото. Продолжение следует...